5 июня ушел из дома и до сих пор не вернулся 33-летний житель Тимиртау Дмитрий Помешкин. Ранее, говорят его родственники, он мог пропадать из дома на несколько дней. Но в этот раз дня его ухода прошло уже больше двух недель. Родные опасаются, что Дмитрий мог потерять память. 13 лет назад мужчина получил серьезную травму головы и с тех пор он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. После того, как у него появились какие-то отклонения, он стал часто куда-то уходить. Он соберется, уходит, где-то бродит. Чаще всего это речка, это какие-то поля, окраина города. С ним постоянно ходит собачка. Обычно он уйдет, побродит, 2-3 дня походит. Он знает такие места, где рыбаки останавливаются. У них же там есть шалаши, где переночевать. И обычно возвращался. А тут у него очень долго его не было. Информацию о том, что похожего мужчину видели на улицах Нур-Султана, они отвергают. Уж очень большое расстояние между городами. Ведь, по их словам, Дмитрий никогда не пользовался общественным транспортом, предпочитая пешие прогулки. Вообще, по сути, он помнит свою фамилию, имя, отчество и знает свой адрес. Еще особенность. Как бы мы ему не давали денег на проезд или еще что-то, он все равно ходит пешком. Он не ездит ни на чем. Он все время идет пешком. На протяжении почти двух недель семья пропавшего мужчины занималась его поисками самостоятельно. Расклеивали листовки с ориентировкой Дмитрия, искали его в близлежащих поселках. Результатов эти поиски не принесли. Поэтому 18 июня родная сестра Дмитрия Помешкина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. На сегодняшний день сотрудниками Старгородского отдела полиции заведено родственное дело. Проводятся общие родственные мероприятия по установлению его местонахождения. Приметы Дмитрия Помешкина. Рост примерно 170 сантиметров, русые волосы. В день пропажи мужчина был одет в спортивные серые штаны, темный свитер и черные сандалии. Всем, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, следует сообщить по номерам телефонов, указанных на экране. Или 112. Александра Любимова, Армана Балхасымов, Владимир Пороховой. Новости Тимиртау.